Здравствуйте! Продолжаем. Фавориты 2017 года. Все, надеюсь, ждут эту вторую часть. Здесь, наверное, тоже будет очень много интересного. Поэтому оставайтесь со мной и досматривайте до конца. Итак, начинаем. Здесь будут продукты в основном тени, подложки. Все для глаз, также для губ покажу. Начинаем с базы под тени. У меня много, в принципе, любимчиков. Раньше очень часто я использовала Urban Decay. В прошлом году я попробовала вот такую базу от Inglot. Называется она Eyeshadow Keeper. Очень классная база. Она мягкая и она не стягивает века. Тени на ней прекрасно тушуются. То есть очень-очень классно для себя, для клиентов. Особенно для себя в плане того, что вам не нужно уметь быстро тушивать тени. Потому что эта база настолько сильная, как, например, база MAC. Она не стягивает, не хватает тени. Я в основном, конечно, работаю в большей части на кремовых тенях, на каких-то подложках и тинтах. Но и на базе я тоже работаю. Особенно, когда себе макияж делаю. Или когда делаю более дневной, более легкий макияж. Потому что не всегда можно использовать подложки. Переходим к подложкам, тинтам или жидким кремователям. Кто как называет. Мне очень-очень нравится этот продукт. Я безумно довольна, что он появился на рынке. Потому что он облегчил работу пейзажиста. Его можно применять обычным клиентам. Тени эти тинты смотрятся невероятно классно. Есть более устойчивые, есть поменьше. Но, во всяком случае, это какая-то новая текстура. Она мягкая. Она не подсушивает века. Как тени, может быть, сухие для кого-то. Поэтому она набирает такую большую популярность. Из-за своей текстуры. Из-за своей стойкости. Итак, перейдем к делу. Какие же у меня любимые. У меня их очень много. Конечно же, не буду показывать все. Но я покажу часто используемые. Тинта Формани. Самые мои два любимых. И самые-самые ходовые, наверное, тинты. Несмотря на то, что у меня их несколько. Это оттенок десятый. Вот такой коричневато. Сливовый, наверное. Оттенок. Вообще коричневато-сливовые оттенки. Это просто моя любовь. Во всех текстурах. Очень-очень классный. Потому что он подходит практически всем. Он смотрится нейтрально. Он не уходит в красный. Он не уходит в песочный. В коричневый какой-то некрасивый. Вот именно десятый тинт. Не знаю, как можно не любить этот тинт. Потому что я слышала отзывы у блогеров, что купила тинт. Он валяется, не понравился. Просто, наверное, вы с ним не подружились. Нужно просто понять, как он работает. Его можно наносить на подвижное веко. Его можно наносить на форму макияжа. Просто одним тинтом можно сделать макияж. И все. Готово. Макияж буквально за 5-10 минут. Отличный. Я не перестаю говорить, что десятка. Вармань. Это просто невероятный тинт. Следующий тинт. Это тинт Калин 4. Это немножко, даже не знаю, такой перстековато-песочный оттенок. Очень мною любимый на клиентах, на невестах, на вечерних макияжах. В общем, оттенок красивый, богатый. Подойдет, наверное, всем так же, потому что он так же не розовит, не теплит как-то сильно. В общем, не уходит в какие-то некрасивые оттенки. Смотрится превосходно. Следующий мой любимый тинт. Это тинт Ив Сен-Лоран. Именно оттенок тройка. У меня один Ив Сен-Лоран оттенок. У них немножко не такая текстура, как у Армани. Но тоже очень красиво. И вот такого оттенка, именно тройки толпового оттенка в Армани нет. Есть очень-очень похожий, но он все-таки не такой. А этот конкретно серо-коричневый оттенок. Просто классный для голубых и серый глаз. Он просто безумно красивый. Он тоже с тонкой текстурой. Очень похож на Армани. Его можно дополнить, например, серыми тенями макияж будет больше. В серу уходить можно дополнить более коричневыми, холодными тенями макияжа будет более коричневатый смотреться. Можно использовать на каждый день, потому что нет крупных блесток. Можно использовать на вечер. Он всегда красиво смотрится. Еще один из моих любимых. Это Lime Crime. Это металлик в оттенке блонд. Мне его нравится наносить на внутренний уголок глаза. То есть в качестве акцента. Потому что все-таки на подвижное веко, мне кажется, он немного розовит. Он такой rose gold, такой розовое золото. И на все подвижное веко, и на все подвижное веко некоторые могут казаться заплаканными глаза. В качестве акцента на внутренний уголок наношу. Даже на слизистую могу наносить. Или на нижнее веко. Не на все, на часть. И он делает такой подсвеченный макияж. Глаза подсвеченные. Да, немножко с такой влажностью. Если я могу вам описать этот эффект словами, потому что это сложно. Красивый. Не вызывает аллергию. Не сухо смотрится. Очень мне нравится. У меня почти все металлики. Дальше полюбившийся мне тинт от NYX. Именно вот этот оттенок. 19-й. 19-й оттенок. И именно вот эта серия. Это матовые тинты для глаз. Я использую и на смоке. На весел веко. И в качестве внешней формы. Для того, чтобы сделать более плотнее форму. Более насыщеннее, устойчивее. Если мы используем подложку, то наш макияж будет лучше смотреться на фото. Ну и так далее. Он будет, конечно же, более устойчивым. Просто невероятный мой любимый оттенок. Вот 19-й. Много оттенков у них. Но именно вот этот, мне кажется, не холодит, не теплит. Он нейтральный. Хорошо тушится в кожу. Мягко. Не высыхает быстро. И не жирный. Ну, конечно, его нужно темнями закреплять. Оставлять просто так нельзя. Но он реально, с ним реально работать удобно. Дальше мой любимый оттенок для смоке айс. Для вновь прибывших серо-черных смоке айс. Это вот этот Кайлин металлик. Кайлин металлик тин в 12-м оттенке. Это темно-серый графит. Просто бомба, а не цвет. Я вам всем рекомендую. Если вы носите такие оттенки, если для себя или для клиентов. Если у вас клиенты любят такого подобного плана макияжа. Я делала много макияжа в этом году на корпоративы. Потому что в этом году просили черный, серый макияж. Поэтому он у меня был в ходу. И до сих пор я его очень-очень люблю. Мне нравится. Также из NYX. Мне нравится вот такой тинт Линджери. То есть я вам показывала. 19-й это матовая серия. Это не матовая серия. Это такой металлик. Rose Pearl называется. Очень-очень красивый, нежный для невест. Вообще мне очень нравится его использовать. В таких, такого рода макияжах. Он чем-то похож, наверное, на 11-й тинт от Armani. Но 11-й он с примесью такой серовато-бежевый. А здесь вот такой прям бежево-розовый. Очень красивый, очень нежный. Прям его тоже обожаю. Стоит недорого. Дальше давайте покажу. В прошлом году появились вот такие классные. Вернее, они появились давно. Просто такой невероятный бум был на вот эти интересные такие продукты. Кто-то называет их фольга. Кто-то называет жидкие блестки. Кто-то называет жидкий пигмент. Сила запустила этот ажиотаж, наверное, в прошлом году. Весь американский YouTube гремел. Все скупали эту фольгу, так скажем. И это действительно нереальный продукт. В плане того, что он смотрится очень красиво. Он украшает макияж. Делает его праздничным. Реально не нужно мучиться из пигмента сухого. Делать влажный пигмент. Потому что уже все готово. И Сила-то, казалось бы, не совсем приметная компания. Она бахнула в этом году. Сделала просто невероятный прорыв. И как бы американцы и так знали о ней. Но русские не знали. И в этом году знали. И я попробовала у Сила еще тени. Мне очень понравились. Но, конечно же, больше всего это вот эти жидкие пигментированные блестки. Жидкие пигменты или жидкая фольга. В общем, я называю фольга. Мне так привычнее. У меня три оттенка. Но я хотела бы еще приобрести. Потому что у них невероятно черный с блестками. Невероятный синий. Такой фиолетовый уход. Давайте покажу самый первый, который я купила. И мне он очень нравится. Он, наверное, самый-самый ходовой. Это Китен Карма. Он вот так выглядит. Кстати, под мой фон, наверное. Я попробую вам показать вот здесь на руке, что это вообще. Как он представляет себя, если вы не видели до сих пор. Эти блестки не осыпаются. Они высыхают. И остаются на глазах. То есть весь, например, день, всю ночь, если вечерний макияж. Желательно, конечно, использовать все-таки базу для более устойчивости. Но они высыхают и никуда не деваются. Мне очень-очень нравится. И у меня есть еще вот такой коричневый. К сожалению, мне его прислали по ошибке, что я другой заказывала. Но ничего страшного. Поэтому он похож очень на предыдущий. Но он более такой коричневатый. Это бронзовый белл. Вот такой рядом. Вот он. И вот этот серебро, который тоже очень, кстати, популярен. Это даймонд даст. Тоже очень красивый. Это серебро, но не скажу, что серебро. Это множество различных-различных блесток. Просто невероятное количество блесток разных цветов, которые переливаются, создают как раз вот объем. Создают какой-то такой алмазный блеск. В общем, поближе. Надеюсь, вам будет видно. Можно делать стрелку, можно делать акцент. Можно на все подвижное век. Они никуда не денутся. Все останутся на... Мне безумно не понравились тем, что это новые текстуры. Это что-то новенькое. И, кстати, многие компании в этом году делали похожие продукты. У меня есть такой же, типа, даймонд крашес, он называется, вот, лайм крэм. Типа тоже блестки. Но этот продукт мне нравится меньше. Он немножко дырявится и комкается. И его именно полностью на подвижное веко все-таки не нанесешь. Его в качестве акцента, вот как я делала на стрелку, во внутренний уголок можно. То есть, когда его наносишь на все подвижное веко, ну, смотрится несколько дыряво. У него очень красивый оттенок. И у даймонд крашес, у лайм крэм даймонд крашес миллион, там, этих оттенков. У меня мой называется Trip, по-моему, да. Похожие оттенки у них есть, там, чуть темнее, чуть светлее, очень красивые. Вот такое. Тоже часто использовал в качестве акцента. Тоже мне очень нравится. Пошла тема с блестками. Я вам покажу, какие часто используемые мои подводки и самые мои любимые в прошлом году были. Конечно же, вот такие подводки от Urmat Decay. Это самые мои три любимых цвета. Они невероятные. Они классно украшают макияж. Вы скажете, зачем эти блестки? Только на вечер, только на дискотеку? Нет. Их можно в любой макияж внедрить. Они будут очень красиво смотреться. Это, конечно, акцентные подводки. Это, конечно, уже не на все веко. Ну, сложно, да, вам, наверное, показать. Просто серебро. Оно вот такое серебро. Просто золото. Оно золото. И синий. Тоже очень красивый. Его можно вниз веко, наверх веко использовать. Они очень хорошо держатся. Они не раздражают слизистую. Не пекут, как у меня были, кстати, вот такого плана на подводке от NYX. Сейчас они сняты с производства. Они внизу, если попадали на слизистую, либо если, не знаю, пары как-то испарялись, они первые несколько секунд пекли. Эти вообще никак не действуют на глаза. Нереальный классный подводок. Итак, давайте продолжим. В общем, перейдем к кремовым теням, потому что это тоже одни из моих любимых подложек. Я в основном использую их как подложки. Перекрываю кремовые тени, конечно же, многие тенями, но некоторые оставляю так. В общем, мне очень нравились вот эти тени. Это новый формат у Makeup Forever в таком виде. Видите, серый даже очень-очень прям использован. Потому что, опять же, серый. В прошлом году мы попросили такого рода макияж делать с таким оттенком. Он очень красивый. Он такой немножко не похож на Кайлин 12, который я вам показывала. Кайлин 12, он более графитово-темный. Этот больше в серебро. Даже я мешаю их вместе, и у меня получается нереальный цвет. Так, и вот этот мой любимый. Это уже больше для нюдовых, нежных макияжей, для невест. Не обязательно для невест. Смотрите, какое. Во-первых, текстура стала более кремовой. Она теперь не стягивает века подвижная. Она просто мягко обволакивает, смотрится красиво. И, во всяком случае, вот эти два оттенка, которые я пробовала, мне понравились. Еще несколько металликов мне понравилось. Неоднозначные наматовые отзывы, но не пробовала на себе, не использовала. А вот металлики очень красивые. Далее. Кремовые тени в баночках. Самый-самый мой любимый продукт у Шарлотты Тиллбер – это, наверное, кремовые тени. И я вам покажу оттенок, который у меня самый-самый ходовой. Я не буду все их показывать, потому что это очень долго. И я покажу только тот, который я часто использовала. Угадайте, какой это будет оттенок. Та-дам! Это, конечно же, коричнево-сливовый. Очень красивый оттенок. Видите, как мало его осталось. Я его использовала очень много. Он чем-то напоминает оттенок в мак. Оттенок конструктивист. Очень-очень похожий, но конструктивист по своей текстуре, именно кремовые тени Paint Pot, они твердые, а эти невероятно мягко-муссовые. Из-за этого они распределяются по веку. Просто очень замечательно, очень красиво. Очень замечательно. Хороший эпитет, хорошее определение. Так, посмотрите. Так, посмотрите, какой это оттенок. В общем, очень красивый, очень подходит всем. И делает глаза настолько какими-то сексуальными, невероятными. Я могу про него много рассказывать. Сами кремовые тени мне нравятся. Они очень стойкие. Они не пляшивят, мягко наносятся, быстро не засыхают. Конечно, я их закрепляю в процессе макияжа какими-то перламутрами или сухими текстурами. Но и самостоятельно на базе они могут тоже находиться, если вы хотите именно вот такой натуральный эффект, не перекрытый ничем. Такой эффект прям нюд, да, какой-то эффект для фото. Или сами хотите использовать, чтобы у вас не были перегружены веки. На базу вполне держатся отличные, отличные кремовые тени. Я просто их обожаю. И вот этот оттенок, не знаю, вот кроме конструктивиста, кроме 10-го Armani, я пока больше не видела. Здесь он очень богатый. Дальше, конечно же, кремовые тени от Tom Ford. У меня любимый мой оттенок. Это вот этот Opal для Opal. 0,02 Opal. Очень классный для голливудского макияжа, для свадебного макияжа. Это такое шампанское, слегка с розоватым отливом. Очень красивый тоже. Ну, такой с виду банальный, но смотрится очень красиво. Это вот такой оттенок, так будет лучше вам видно на пальчики. И вот здесь рука у меня, извините, уже в множестве свочих. Вот здесь этот оттенок. Вот он, очень красивый. Если вы хотите какие-то попробовать кремовые тени, если у вас есть возможность взять Tom Ford, пожалуйста, попробуйте Opal. Очень классный на каждый день, для работы. Если вы не любите темные глаза, то я думаю, что этот оттенок вам очень понравится. Но его, смотрите, нужно использовать на базу. Он очень мягкий. Он похож на Charlotte Tilbury. Мягкие такие муссовые тени, но они не водостойкие. То есть они могут немножко на жирном веке в складочках поскатываться или пропасть. Желательно на базу использовать под тени. И очень мне нравится вот этот оттенок. Часто тоже я его использовала в прошлом году. Вот такой очень красивый, неоднозначный оттенок. Это оттенок Sphinx. Тоже популярный в Tom Ford. Золото с розовым. Ну вот здесь больше, наверное, в золото. А при растушевке он в розовый уходит. Ну вот такой он. Вот такой оттенок. Дальше из Dolce Gabbana мне очень нравился вот этот оттенок кофе. Матовый коричневый оттенок, который невероятно классно заменяет карандаш при построении формы. Который может заменять вам карандаш для построения смоки. Какие-то подводки для построения смоки. Потому что очень классно смотрится. Естественно, натурально растушевывается. Не перегружает века. Единственное, ну они немножко подсыхают. Потому что достаточно такие муссовые. И можно их разбавлять немного. Но долго-долго они держатся на веке. Красиво смотрятся. Вот именно этот оттенок мне в Dolce Gabbana прям на мой любимый. Мне очень нравится. Я сейчас кремовых теней, но это, конечно, позиционируется больше подводки у Inglot. Но все равно я их очень люблю. Использую их в качестве подложки. Именно как кремовые тени. Вот такой 96-й. Я уже его купила второй раз. Вот у меня он, смотрите, уже тоже достаточно хорошо в прошлом году используемый. Он такой коричнево-песочный, но не уходит в некрасивый песочный оттенок, такой металлизированный. А именно красивый клиентский оттенок. И можно сделать реально смоки, можно сделать классику, можно сделать форму макияжа. На все века, не на все века. Внизу, вверху. В общем, мне нравится. Работать единственное нужно побыстрее, чем с обычными кремами и тенями. Зато он безумно устойчивый, никуда точно не денется. Да, я его тоже перекрываю, чтобы он не потрескался. Но зато макияж реально держится. Может держаться сутки, а то и больше. Ну и второй, 94-й оттеночек. Вот такой цвет шампанского. Тоже второй раз его беру. Он у меня тут еще меньше использован. Но в прошлом году я их просто поменяла на более новые. Потому что те закончились. И это два реально оттенка, которые я часто использую. 94-й, 96-й. В свадьбе 94-й использую. На вечерних макияжах 96-й. Так, идем дальше. Тени в стиках. Плавно подходим к палеткам, кстати говоря. Итак, Бобби Браун. Очень-очень мне нравится вот этот оттенок. Это оттенок Golden Bronze. Такой очень похож, кстати, на 96-ю подводку от Inglot. Вот такой, наверное, бронз. Golden Bronze он так и называется. Мне нравится, что его можно по нижнему веку рисовать. Его можно по следистой нижнему веку нарисовать. Сделать такой красивый, невероятный каял. В общем, много чего с ним можно сделать. На подвижное веко не очень мне нравится. Я больше как бы в качестве акцентов использую. Дальше очень мойной любимый. Это вот такой Cargo. У них много красивых оттенков. Но мне нравится оттенок Mora Bay. Очень интересный. Продается он в сети Beauty Drugs. Поэтому можно посмотреть, приобрести. Дальше, кстати, из Бобби Браун. Я не договорила Бобби Браун. Мне нравится темно-темно-коричневый. Rich Cavier. Он быстро высыхает. И также можно использовать на слизистой. Можно использовать внизу. Можно его использовать для смоки темно-коричневого. Очень красиво. Он мне напоминает оттенок Dolce & Gabbana, который он только что покат. Оттенок кофе в Dolce & Gabbana. Но более насыщенный. И поэтому очень красиво тоже его комбинировать. И часто использовала вот этот оттенок черный. M11 от Make Up For Ever. В Make Up For Ever мне очень нравятся вот эти стики. Потому что ими реально можно работать и на слизистой. Ими можно и на подвижном веке, и акценты делать. Итак, сейчас я покажу однушки. И потом я вам покажу палетки. Вот такие классные тени от Colourpop. Такие однушки. Кто-то называет это муссовые тени, кто-то кремовые. Но это не кремовые тени точно. Поэтому часто вижу, что ошибаются люди, считая их кремом. Это муссовые тени. Но это больше сухие. Просто текстура у них такая интересная, муссовая. Очень-очень люблю. Много их оттенков. Покажу самые любимые, самые ходовые у меня в прошлом. Конечно же, оттенок Pappy Love. Видите, я его уже затерла до дыр. У меня есть один или два оттенка даже запасных. Потому что какое-то время этого оттенка не было. Он пропадал с сайта. Но он сейчас, по-моему, опять появился. Это такой персик. Даже не знаю, как сказать. И охарактеризовать его. Опять же, персик с золотом. Это хит моего 2017 года. Тауп, персик с золотом. Тауп с розовым. Это все... А также слива коричневая, забыла. Это все-все-все оттенки 2017 года. Какие будут в 2018 году, пока не знаю. Но, конечно, половина года будет, наверное, эти превалировать. Оттенок для дневного макияжа. Оттенок для, не знаю, свадебного макияжа. Очень часто в свадьбе использовала. Он, в принципе, куда угодно можно использовать. Очень красивый. Очень освежает. Очень подсвечивает глаза. Дальше один из моих любимых оттенков. Уже такие вечерние макияжи с ним делала. Это оттенок вот такой. Тауп с зеленым и с розовым. Ну, вот сложные оттенки. Это моя тема. Я просто обожаю сложные оттенки. Это So Kish. So Kish. Я подпишу оттенки внизу. Как и показывала. Не сразу, сразу вам говорю. Так что заходите, если хотите посмотреть оттенки. Посмотрите внизу видео. Так, вот смотрите, как он переливается. Просто безумный. Особенно для зеленых глаз. Да, и в принципе, для моих голубых глаз отлично смотрится. Зеленый с розовым. Чем ли не крутое сочетание? Просто безумный. И также очень-очень мною любимый, популярный. У меня два их. Один уже заканчивается. Вот второй. Не Лионер. Тоже сложный оттенок. Тоже, можно сказать, хамелеон. Сейчас я вам покажу. Это коричневый. Даже нет. Коричневый, серый, розовый. Все вместе. Где он? Вот. Вот он. Наверное, не знаю. Надеюсь, видно вам будет. В баночке, наверное, больше вам что-то даст о себе знать. Если вы еще не видели этот оттенок. Ну, это один из самых моих любимых. Дальше для коричневых смоки и вообще для внешней формы я люблю вот этот оттенок. Это три. Он так и называется три цифрой. Такой красивый коричневый с серым, коричневый с серебром, немножко с фиолетовым. Ну, и один из моих любимых у меня дома отдельно этот оттенок для внутреннего уголочка, для подвижного века иногда, когда просто не хочется ничего делать, а накрасить ресницы. Это вот этот герл. Оттенок бежевый с розовым. В общем, давайте на пальце покажу. И давайте вот здесь покажу. Если это возможно. Так, посмотрите. Красивый оттенок. Вот для внутреннего уголка, если вы не знаете, что использовать, можете его взять. Он всегда вам. Еще из однушек. Я очень люблю вот этот оттенок. Это MAC. Это Natural Flirt из серии Extra Dimension. Вот такой красивый оттенок. Для чего он мне нужен? Я его могу использовать как на подвижное веко. Он чем-то напоминает оттенок Papel Love, но совершенно немножко другой. И по текстуре, и по сиянию. Для внутреннего уголочка, для вот этой области, когда синячки. И я, нанося сюда оттенок, как-то освежаю взгляд. Очень-очень прям обожаю этот оттенок. Стоит, конечно, эта серия Extra Dimension не дешево у MAC. Однушка, кажется, невероятно дорого в районе 1700. Но единственные тени, которые сейчас мне нравятся в MAC, это серия Extra Dimensions. Именно эту серию я бы купила всю. Любимый оттенок. Любимые тени в Pupa. Бюджетная серия. Хотя не часто покупаю бюджет, но у меня можно встретить, в принципе, и NYX. У меня можно и Catrice. И вот я люблю Pupa. Тоже для акцента. Вот этот невероятный оттенок. Кажется банальный розовый. Но если бы вы видели, как он подсвечивает внутренний уголок, это просто что-то с чем-то. Это оттенок Sotka. Ambrecotta. Очень классный. Очень. Я еще купила цвет шампанского. Просто я его сейчас не показываю, потому что все-таки фаворитом 2017 был. Именно вот этот оттенок. Я его практически во всех макияжах использую. Не из-за того, что у меня нечем внутренний уголок подсвечивать, а потому что это самый-самый классный оттенок. Из всех и всех. Даже для супердорогих оттенков очень мне нравится. В 2017 году открыл для себя тени хамелеоны от Top Shop. У них небольшой выбор. Там порядка четырех оттенков. Практически все самые крутые оттенки, самые крутые хамелеоны они сделали в этих четырех оттенках. Вот такой, смотрите, из розового в голубой. Очень красивый. Дает влажный перелив, дает живой перелив, не сухой. Вот то, что я всегда ищу в тенях, именно влажное покрытие дает. Я подпишу название, но вы, в принципе, можете зайти на Top Shop сайт и посмотреть. Они там в разделе хамелеон, по-моему, так и называются. Дальше вот такой из зеленого в розовый. Посмотрите, какой богатый, красивый оттенок. Далее вот этот тоже. Зеленовато-коричневый уже больше. Они очень хрупкие, поэтому с ними нужно, конечно, аккуратно. Очень тоже классные. Люблю их в качестве акцентов. В моем макияже сегодня один из них нанесен на нижнее веко. А, да, второй на верхнее веко. Тоже красивый оттенок. Итак, перейдем к палеткам теней. Их что-то очень много скопилось. Я как-то отложила много, не знаю, все покажу вам или нет. Конечно, у меня тени. Это самый-самый-самый мой любимый продукт. Больше всего-всего остального, больше кремовых теней, сухие тени. Это моя любовь. Особенно палетки какие-нибудь классные. Начнем с Шарлотты Тилбери. Шарлотта Тилбери просто в 2017 году, наверное, завоевала всех. Так самая моя любимая палетка это вот эта. И, наверное, она очень популярна у, наверное, у всех остальных девушек, блогеров, а также визажистов, это Dolce Vita. Почему? Потому что это модные оттенки прошлого года, продолжают оставаться модными сейчас. И вот эта бронза с красным, она подходит практически всем. Я ничего не встречала ни одного человека, который даже, не знаю, с каким-то цветотипом, стильно холодных или бледных, все равно эти оттенки безумно всем подходят. Мне нравится, что здесь есть очень красивый глиттерный оттенок, или спаркл, их еще называют. И здесь есть невероятные оттенки для тушевки. Они не ржат, они не коричневают, то, что нужно. Вот самая-самая-самая, наверное, палетка, которую бы я была первую купить из Шарлота Тилбери, это, наверное, вот эта. Дальше очень популярна у меня палетка для свадебных макияжей. Это вот эта, называется она Upton Girl. Называется она Upton Girl. Вот этот очень красивый, я уже показывала в каких-то фаворитах. Вот этот очень красивый розовый. И вообще розово-серая гамма, она очень хорошо к бледным девушкам с холодной внешностью подходит. Поэтому моя любимая, часто используем тоже в прошлом году. Далее открытие для меня в прошлом году, и я просто влюбилась в эти тени, это тени Viseart. Ну, хотя, вы знаете, они не сильно распиарены в России, поэтому их в России не очень много, кто использует. Они не дешевые, сразу говорю, что они достаточно дорогие, поэтому, может быть, тоже не столь популярны. Но это очень классное, крутое качество на уровне Tom Ford, на уровне Charlotte, на уровне Tarte. Выше Tarte, я думаю, что они очень мягкие. Я купила вот такую палетку, и в каком-то видео я показывала, и маленькие палетки, которые я все приобрела, показывала в каком-то видео. Покажу две самые хедевые у меня на данный момент из них, и вот эту. Это полностью матовая, это нейтральная палетка, называется Natural Matte. Очень, не знаю, безумно, я рада, что я ее купила. Несмотря на то, что тут, кажется, много светлых, они все-все нужны. И это палетка, которая может заменить мне все остальные палетки. Я могу добавить какие-то блестяшки, перламутры, те же какие-то блестящие, блестяшки от Top Shop, и все, макияж готов. Я выполняла много макияжа с этой палеткой, несмотря на то, что во второй половине года ее купила. Очень качественно, мягкий. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какое безумное качество, какая пигментация. Растушевка тоже очень мягко тушуется, вообще не вызывает сложности. И вот эти две малютки, которые я вам показывала в каком-то из видео, вот так они выглядят. Посмотрите, какие классные металлики, просто замечательные. Вот эта палетка, она полностью состоит из металликов, но у них есть более натуральная палетка. Половина матовых, половина металликов, это их стандартный такой набор вот в этих шестерочках. Я специально взяла вот эти оттенки, посмотрите, здесь и розовый, и такой бордовый, и какой-то золотой. То есть просто классный. Конечно, эта палетка самостоятельно не будет работать, если вы хотите. Но если вы обычный клиент, обычный человек, не визажист, к ней нужно еще докупать. Но для визажистов или у кого много натуральных палеток, вот это может разбавить ваши натуральные палетки. Так как у меня очень популярна серая гамма в прошлом году, вот такую палетку я взяла. Такая серая палетка, матовая, как я говорила, да, половина оттенков, половина металлик. Они тоже и металлики очень хорошо тушуются, и вот эти оттенки тоже тушуются. Единственное, белый, конечно, у меня не очень в ходу, не очень люблю белые тени в макияже. Сейчас они не совсем как бы модные, но в более каких-то графичных макияжах, контрастных можно использовать. Под бровь не хватает только, наверное, оттенка, а так тени просто замечательные. Опять же, если вы ищете вот такую серую гамму, продаются они периодически на Beauty Bay, но их тоже надо вылавливать. Итак, переходим к палеткам от Tom Ford. Самые, наверное, часто запрашиваемые меня. Они часто задают вопросы, стоит их покупать или нет, какую стоит палетку покупать. Я вам так скажу, что если у вас позволяет ваши финансы купить такую достаточно дорогую палетку, то она, конечно же, стоит того. Я, как визажист, могу сказать, что долго сомневалась по этому поводу. Считала, что это немножко надуманный или такой люксовый бренд, который дорогой именно из-за своей люксовости, из-за своей брендовости. Но, попробовав один раз, я поняла, что реально стоят эти палетки, тех денег, которые за них просят. Потому что это классное качество. Они похожи как-то на другие. Вроде похожи они на другие тени, но в то же время они не похожи. Они тушуются. И это не из-за того, что они Tom Ford, не из-за того, что они в красивой коробочке. Это реально, я вам говорю, как человек, который очень-очень-очень много текстур перепробовал в своей жизни. И они, да, они мои самые любимые, наверное, остаются на сегодняшний день. Они мягкие, они хорошо тушуются, они не пылят. Самое главное, вот, что в этих тенях, почему я их выбираю, они не пылят. При наборе мягко наносятся, не пятнят. Поэтому может справиться любой, даже новичок, мне кажется, с этими тенями. Итак, любимая палетка. Одна из, прямо часто используемых в прошлом году, это Какао Мираж. Матовая палетка, опять же говорю, что ничего, наверное, сверхособенного нет, на первый взгляд. Но просто это базовая палетка, которая у вас будет в ходу очень часто. И которая не будет у вас лежать и пылиться. Почему? Потому что она базовая, да? Она состоит из четырех матовых оттенков. Один такой полусатиновый. Но вот этот оттенок, кстати говоря, сейчас покажу вот этот. Я искала в других брендах для чего? Для того, чтобы если вдруг этот оттенок у меня закончится, я не смогу купить всю палетку, чтобы он был у меня заменителем. И я не нашла прям идеально похожего. Поэтому все-таки Tom Ford продуманные оттенки, продуманные. Я не думаю, что такие там простые. Достаточно, на первый взгляд, простые, кажется, но и сложные в то же время. Вторая очень популярная у меня и часто используемая именно для себя. Почему? Потому что я же имею холодный такой подтон кожи, холодный цветотип у меня. Вот мои любимые. И я люблю использовать их на клиентах с подобной внешностью. Со светлыми глазами, серо-голубыми глазами. Просто обалденные. Если вы рассматриваете палетку на каждый день, то я вам могу ее посоветовать, потому что она будет и на вечер у вас, потому что вот этим оттенком можно углублять. А здесь есть нереальные блестки. Они даже не блестки, а спаргу, как многих называют. И они в холодной такой гамме, но не в серой, видите, за счет вот этих оттенков растушевочного и такого более темного. Поэтому тоже люблю эту палетку наравне с Какао Мираж. Следующая моя любимая, ну, наверное, больше не для себя, а для невест. Вот такая, кажется, такая серо-бежево-талповая. Талповые оттенки здесь зашкаливают то, что нужно. Это просто собрание талповых оттенков. В общем, смотрите, нежно-розовый, да, который не розовый, а какой-то припыленный. В общем, вся палетка припыленная, которая точно подойдет практически всем. Больше, конечно, она не для теплых, а для нейтральных девушек, для холодных девушек, для проставления акцентов. Поэтому тоже мною любимая. Это Nude Deep. Эта палетка отличается от тех палеток в постоянной коллекции. Это Nude Deep и Honey Moon. Это две палетки, которые именно с вот такой необычной атласной текстурой. Очень шелковые, очень дорого-богато смотрятся на лице, на коже. В общем, замечательно. Стальные палетки Tom Ford я тоже очень люблю. У меня есть все, кроме одной. Я ее покупаю не потому, что сложно достать, а потому, что она мне не очень нравится по внешнему виду. Она такая розовато-фиолетовая. Палетовая, не знаю, куплю ее пока, она для меня кажется невнятной, не привлекает. Поэтому имейте в виду, что я скупаю не все, как некоторые думают, а всегда очень-очень осмысленно подхожу к покупке. Иногда перебарщиваю, согласна, покупаю то, что у меня есть, похоже. Но практически все используется. Все, все, все используется. Следующая это Tarte. Именно вот эта палетка In Bloom. Хотя я купила ее второй и думала, что она мне не очень понравится. Первая это матовая палетка, вторая это вот такая. И, кстати, она очень-очень-очень-очень популярная у меня. И в прошлом году была очень... Когда я показала Charlotte Tilbury, забыла вам показать, конечно же, новую палетку, которая во второй половине года вышла у Charlotte Tilbury. Вот такая палетка огромная на такое невероятно большое количество цветов. 12 цветов, разбитые на секторы. Дневной, для вечеринки, для свидания, вечерний какой-то макияж. Очень-очень мне понравилась. Текстура мягкая. Текстура ни в коем случае не изменилась. То есть не испортилась. В отличие от четверочек, она немного другая. И вот эти оттенки, вот эти, они атласные. Вот эти, вот эти. И очень-очень мягко кремово ложатся на века. Красиво смотрятся, реально тушуются хорошо, не сухие, не пылят. Поэтому, кто раздумывает, стоит покупать или нет. Некоторые спрашивают, не похоже ли это Банди Кей Нейкед. Совершенно не похоже, совершенно другое качество. И подборка цветов тоже другая. Поэтому тоже моя любимая. Посмотрите, какая богатая, дорогая, красивая коробочка. Она не тяжелая, это все-таки не металл, пластик. Но выполнен очень дорого, не дешево. И покажу вам две палетки Dior. Хотя Dior палетки я последние несколько лет не использовала. Из-за их качества шиммерного и какого-то блеска дешевого, на мой взгляд. Но сейчас они изменились. Это просто совершенно другие темы. Смотрите, какая классная палетка, пятерка. В реальной жизни тушуется замечательно. Больше нет этого безумного шиммера. Несмотря на то, что эта палетка не матовая, а сатиновая, все тени очень богато смотрятся. И это одна из моих самых-самых любимых палеток на данный момент. Называется она 797 Feel. Сначала я думала, что буду использовать ее только для клиентов, потому что она мне показала несколько тепловатой. Но на самом деле, вот этот средний оттенок и вот этот, они на коже смотрятся очень натурально, нейтрально. И ни в коем случае не теплят и не желтят. Очень классная палетка. Я прям очень довольна. И вторая тоже одна из любимец. Хотя там есть и нюдовые очень красивые палетки. Но вот эти две я приобрела пока довольна. И вот такая, более, наверное, холодная. Посмотрите, такой серовато-сереневато припылено-коричневой гамме для холодных уже девушек с холодным цветотипом. Очень интересная тоже на глазах. Особенно с серым глазом, с светлым глазом тоже будет на них смотреться очень красиво. Эта палетка называется 757 Dream. Давайте все-таки перейдем уже от теней, потому что про тени можно бесконечно, конечно, разговаривать. У меня их много, я их люблю. Но видео у нас, к сожалению, опять затягивает. Давайте покажу две часто используемые и очень любимые мною подводки. Именно для стрелочек. Вот такая иломаска. Наконец-таки иломаска появилась в сети L'Etoile. Можно ее купить или заказать, если у вас нет иломаски в городе. У нас, например, нет иломаски в городе. Я заказывала через интернет-магазин. Вот такая черная. Чем она классная? Очень пластичная. Просто как масло идет по веку. Не комкуется, не высыхает. Каких-то кусков нету, не осыпается. Не отпечатывается, держится замечательно. И любимая мной подводка от Bobby Brown. Cover Ink. Посмотрите, насколько она у меня используемая. Именно в холодном коричневом оттенке использую на себе. Также на клиентах, кто не любит на себя черную подводку. Потому что я тоже не всегда люблю черную просто подводку. Для моей контрастности черный это все-таки перебор в дневном макияже. Для многих так же. Поэтому я обожаю. Cover Ink 27 оттенок называется. Это подводка. Дальше хочу вам показать несколько карандашей для слизистой. Я фанат Каяло. Фанат различных цветных карандашей. Это сейчас очень модно. И это очень красиво теняет радужку глаза. Давайте два хотя бы покажу из них. Они застывают. Они могут рисоваться на веки. Могут на слизистой. Мягкие, очень красивые карандаши. Невероятное большое количество у них оттенок. Конечно же, я не могу жить без моих любимых карандашей Urban Decay. Хотя они гораздо дороже, чем карандаши от NYX. У меня все спрашивают, где покупать Urban Decay. У нас есть официальный интернет-магазин. Набираете urbandecay.ru Вам присылает заказ. Вам приходит курьером. Там больше 4000 если заказываешь. То доставка курьером бесплатная. Так. Опять же, цветные карандашики. Черный карандаш. Коричневый. Urban Decay невероятный. Какая именно серия у них, по-моему, одна. Это 24 на 7 серия. То есть, они могут держаться на слизистой. И они могут рисоваться внизу века, на подвижном веке. Они как бы не разделяются у них на карандаши. Каял, не каял. Отличные карандашки. Нереальные цвета. Уже много-много лет я их использую. Дальше нужно завершить глаза, наверное, тушью. Но я вам скажу, что у меня нет, наверное, фаворитов. Во всяком случае, у меня есть тушь, которую мне не подводили в прошлом году. Это достаточно бюджетные, кстати. Потому что я предпочитаю все-таки сейчас использовать бюджетные туши. Так как все туши засыхают. Дорогостоящие туши тоже засыхают. Ну, всем известная Кабаре. Мне очень нравится. Мне нравится, прежде всего, не на себе, а на клиентах. Почему? Очень тонкая щетка, которая может прокрасить нижние ресницы. Верхние подлезть под корешок. Вытянут реснички. И так как я использую очень часто пучки накладные. Поэтому мне сумасшедший объем не нужен. Мне нужно разделение. Мне нужно, чтобы ресницы не слепались. Чтобы они хорошо прокрашены были у корней. Поэтому эта тушь мне более чем удобна. Она недорогая. Можно постоянно менять. Не боясь выкинуть. Если она засохла через месяц, не страшно. Как Шанель, например. И тушь, которая уже у меня второй год. Я имею в виду, меняю ее уже второй год. Покупаю уже второй год. Много-много уже бочонков истратила. Испробовала. Вот такая. Всем известная. Это Maybelline Lush Sensation. Чем нравится? Единственное, мне не нравится, что здесь закругленная кисточка. То есть не всем клиентам нравится. Мне когда спрашивают про тушь, смотрят. Закругленная. Хотя, вы знаете, она очень удобная. Она поднимает ресницы даже прямые. Она их подкручивает. Гелевая консистенция. Очень черная, мягкая. Не осыпается. Самое главное. Смывается она теплой водичкой. И я могу не использовать водостойкую тушь, когда мне нужно на клиентах. Потому что эта тушь достаточно стойкая. Водостойкая тушь все-таки смотрится иногда на ресницах. Ну, проигрывает более обычным таким тушем. Не так объемно. А вот это очень классно обволакивает ресницы. Дальше переходим к помадам, карандашам. То есть к продуктам для губ. Давайте покажу ходовые карандаши. Уже в миллион раз показывала. Это карандаш Posh. Вот. Это оттенок именно мне нравится. L102. Он нереально классно смотрится на губах. То есть, прежде всего, достаточно нюдовый. Всем подходит. Не уходит в коричневый, в желтый, там, не знаю, в розовый. Вот натурально нюдовый. И он достаточно стойкий. Не расплывается. С ним помада держится гораздо дольше. Так, какие у меня тут карандаши еще? Вот, кстати, в 2017 году я полюбила карандаши Bobby Brown. Bobby Brown отличные карандашики. И они в классных оттенках. Некоторые оттенки просто... Ну, вроде они такие же, как у всех в других марках. Но они какие-то особенные. Конечно, не дешевые. Опять же, всегда жду, когда будет акция, какая-нибудь скидка. Потому что дорого покупать карандашки Bobby Brown. Не дешевая марка. Какой оттенок у меня натуральный? Балет пинка. Я люблю натуральные оттенки, потому что они у меня самые ходовые. Дальше. Неизменные карандашики NYX, которые уже, наверное, в миллион видео вам рассказывала. Что NYX, вот я вам честно скажу, могут посоперничать с Bobby Brown. Там есть даже похожие оттенки, которые... Вообще, которые стоит купить NYX и все, и забыть про Bobby Brown. Ну, я, конечно, так не могу сказать. Потому что в Bobby Brown есть тоже уникальные оттенки, которых нет других марок. Но NYX, это вот реально бюджетный карандаш, который я просто обожаю. Самый мой любимый, наверное, оттенок из натуральных, это Picaboo Natural. Оттенок, который и с бежевым, и с розовым, да, такой оттенок увядшей розы. Самые мои любимые оттенки для себя лично, это оттенок увядшей розы. Вот, кстати, часто используем вот этот. И я его уже очень-очень давно использовала. И покупала раньше, опять вернулась, когда мне нужен такой нежный розовый оттенок на губах. Чтобы помада не изменялась от карандаша, чтобы она не темнела. Вот такой оттенок помады Pupa 02. И у них есть еще классный оттенок 05. Это когда вы хотите сделать губы более объемные. Такие более, знаете, вот в модных оттенках сейчас такой серовато-беж. Также еще хочу показать карандашки ProVogue, тоже, который заслуживает внимание. Они очень стойкие, на уровне пош, наверное, карандашиков, но несколько другие. Тоже очень-очень устойчивые. Они гелевые такие, видите, не в дереве, а в пласть. Наносится на все губы и могут заменять помаду, опять же, если у вас губы не сухие. И очень контур хорошо держит, который в прошлом году приобрела и хотела. Я его берегу. Это карандаш от Charlotte Tilbury. Это оттенок Pillow Talk. Самый-самый популярный и часто используемый, и вообще очень красивый, подходит всем. Это вот этот оттенок, который... Ну, вот такой сейчас его... Простите за мою грязную руку в слотчах, но... Вот этот оттенок. То есть он такой вот... Увячая роза, но яркая увячая роза. Поэтому делает губы очень... Свои собственные губы делает очень выразительные. Ну, и завершает видео, наконец-таки, помады. Попробую показать своих любимчиков. Именно помады от Charlotte Tilbury. Именно матовые, но в стике, да? Вот в таком обычном, привычном нам понимании. У меня две помады. Одна из которых более позже вот и появилась. Я очень долго гонялась за ней. Сложно ее достать. Раскупаемый оттенок Pillow Talk. Как карандаш, который я вам только что показала. Натуральная. Цвет естественный. Цвет губ. Смотрится натурально. Не сушит губы из-за того, что все-таки она не жидкая. Посмотрите, какой оттенок. На моей белой руке, конечно, он смотрится, может, каким-то красноватым. Но, естественно, на губах, представьте, да? Он будет натурально смотреться. У всех свое понятие натуральности. Для меня натуральный это не нюдовый и не бежевый. Натуральный это цвет ваших губ. Вот такая у меня. Вот смотрите, как много она используется. Видите? Ну, это моя любимая помада для клиентов. Посмотрите, как видите, как много она используется. Любимая помада для клиентов. И для себя тоже. Мне очень нравится. Красивый цвет. Посмотрите, какой. Он просто нереально освежает. Больше, наверное, подходит не молоденьким девушкам, а больше уже более взрослым. Хотя не скажу, что он не подойдет, не знаю, 30-летним девушкам, 35-летним. Цвет безумно освежает. Очень-очень красивый. Очень любимый тин для губ. От и Сен-Лоран. Часто использую его на клиентах для себя. Именно вот этот оттенок 8. И это серия Kiss & Blush. Просто невероятный оттенок. Очень-очень-очень много использую. Купила даже себе уже запасной вариант. Уже у меня лежит. Потому что этот уже подходит к концу. Дальше. Помады от Джеффри Стар. Скандально известный визажист Джеффри Стар. Я не буду комментировать сейчас и говорить, что я там против чего-то или за. Потому что, возможно, вы где-то видели видео о том, что я никогда не буду использовать помады и косметику Джеффри Стар. Тра-та-та. Из-за того, что мне не нравится его личность. Мне, если честно, как-то все равно. Мне нравится продукт. Это помады просто безумно классные. Я вам реально говорю. Они очень красивые. У них невероятные цвета. Очень много нюдовых. Очень много таких ярких помад. И качество хорошее. И посмотрите, какая упаковка. Эти звездочки, эти надписи розово-золотыми буквами. Они просто привлекают. Ну, не из-за тюбика, конечно, я их использую. Качество хорошее. Не сушат губы. Умеренно сушат. Как все обычные жидкие помады. Просто цвет. Наносится очень правильно, ровно. Без проплешин. Не скатывается. Но мне нравятся эти помады. Наряду с моими любимыми. Дос оф колорс. И вот эти тоже. Я их не показывала. Не знаю, потому что давно не делала видео про помады какие-то. И я... Очень много у меня оттенков. Началось все с одного оттенка. Естественно, я скупила все. Практически все оттенки крови, может быть, нескольких, которые имеют какие-то в составе частички, блесточки. Они все классно наносятся. И ровно, ровно, без проплешин. Самый мой любимый. Это оттенок манекен. Это как раз, как я говорю, натуральный оттенок. Розово-бежевый. Нет, бежево-розовый. Правильнее будет сказать. Замечательный оттенок. Вот вы видите в тюбике. Он, в принципе, такой же. И будет на губах. Дальше помадки Dose of Colors. Тоже показываю, конечно же, не все. Один из моих любимых оттенков это Трюфель. Но я не могу выделить никакой один оттенок, который бы был как-то лучше другого. Вот в Dose of Colors все оттенки хорошие. Все по текстуре классные. Ничего в них вообще плохого нет. Мягко ложатся. Я преследую цель в помадах, чтобы они не намертво высыхали, присыхали к губам. И держались как бетон или как цемент. А чтобы они были стойкие, но при этом мягкие. И если они в течение дня будут немного стираться, но сходить правильно, не кусками, а просто потихоньку, то просто все отлично. Дальше помады Kailin. Конечно же, как же без них. Но это больше тинты. То есть помада и тинт чем отличается? Тинт более тонкая текстура. Для меня тинты, мне кажется, немного больше сушат. А помады устойчивые, они более кремовые. И они более плотные. И плотнее лежат на губах. И они как-то более пластичные, мягче, не трескаются. Может быть, в этом плане они отличаются. Но у Kailin хорошие тинты, стойкие. И мне очень нравится. Тоже много оттенков. Не могу выделить какой-то один. Вот это в данном случае, это 31-й тоже у меня очень ходовой. Для холодных девушек. Это же помада Sephora. Я их просто обожаю. Во-первых, за их цену. Потому что они стоят... Сейчас они появились у нас в Альдебате и стоят порядка 500 рублей. И за их цвета, и за их невероятное ощущение на губах. Стойкие, но при этом мягкие, кремовые. Не сушат губы. Замечательные помады. Держатся хорошо. Опять же, посмотрите, какие классные оттенки. Очень много нюдовых. Очень много темных, модных. Поэтому присмотритесь. Sephora. Классные оттенки. В данном случае у меня на губах это шестой оттенок. Вот этот. Опять же, припыленные, такой розовые. Которые я обожаю. Такие оттенки. И вот тут очень много красивых тоже. Также моей любимицей была Ofra. Постоянно говорю в своих, наверное, каких-то видео. Вы часто видите, Ofra как бы не, наверное, не очень популярна в России. Но визажисты знают эту марку. И я делаю клиентам, когда губы этой помадой. Всем очень нравится. Там есть тоже свои такие хиты. Оттенок Angelus для невест. И вот этот Laguna Beach. Тоже для невест. Но чуть-чуть более такой припыленная роза. Ну, поярче, конечно, да? Чем вот этот. Но этот у меня для многих-многих-многих клиентов. Используется для себя тоже очень хорошо. Кайлин я вам забыла показать. Самый ходовой оттенок, наверное, скоро закончится. Это Кайлин Металлик серия Восьмерка. А постоянно, когда я его сделаю, все спрашивают, что это за помада на моделях. Что это за помада? Что это за помада? Постоянно говорю, что это Восьмерка Металлик. Потому что на всех она смотрится по-разному. Как ее наслоить, как ее положить, конечно, по-разному. Это просто невероятный оттенок. Металлический. Такой, не знаю, даже бордово-сливово. Но такой он светлый, не темный бордовый. И поэтому, не знаю, он всем нравится. Еще не было, наверное, ни одного человека, которому он мне понравился. Так, подводя итоги, наконец-таки сняла второе видео с декоративной косметикой. Боюсь, что оно будет очень большим. Но я надеюсь, вы выдержите. Надеюсь, вам будет интересно. Пишите, пожалуйста, что бы вы хотели еще видеть вообще на моем канале. Какие видео. Понятно, что макияжи. Я стараюсь. Иногда, к сожалению, пропадаю вот так. Потому что из-за загрузки работы много. Итак, прощаюсь с вами. Буду рада всем вашим комментариям. Пока-пока. Целую вас.